В жизни этой собаки по кличке Цветочек предстоит важное событие. Совсем скоро у нее родятся маленькие щенята. Владелица Ольга уверена, в такой ответственный период без регулярных консультаций ветеринара не обойтись. Сегодня очередной осмотр. Поэтому мы идем сюда в эту клинику, для того, чтобы мы знаем, что нам окажут помощь. Потому что мы не первый раз сюда приходим, не первый раз мы рожаем с помощью наших докторов. Стол, на котором осматривают животных, примечательен тем, что однажды на нем принимали роды у тигрицы. Редчайшее для Ставрополя событие. Городская ветеринарная клиника на улице Герцена – единственная в краевом центре, где вылечить могут не только собак или кошек, а абсолютно любых животных. Поэтому среди постоянных клиентов и владельцы зоопарков, и заезжие циркачи. А недавно в учреждении своими силами сделали ремонт. Теперь лечиться питомцам будет еще комфортнее. Приходите к нам лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. Ну, конечно, настолько экзотические пациенты в городскую ветеринарную клинику почти не заходят. А вот исследовать таких животных, как эта коза Милка, ветеринарам приходится частенько. Козу Владимир держит из-за внуков. Говорит, для растущего организма нет ничего полезнее козьего молока. А если скотина вдруг захандрит, мужчина не переживает. Уверен, ветеринары всегда поспешат на помощь. Помощь всегда могут оказать и днем, и ночью. Звоните, пожалуйста, вам окажут любое время дня и ночи. Хотите беременность, да, хоть роды, хоть что, хоть прививку, хоть отравление какое. Звоните, и вам сразу все здесь будет. Этот осмотр профилактический. Такие нужно проводить два раза в год, весной и осенью. Это помогает вовремя выявить возможные очаги инфекции и не дать заразе распространиться по городу. После придирчивого и тщательного осмотра Милки медик выносит долгожданный вердикт. Данная коза клинически здорова, отклонений в физиологическом норме не имеет. Жалоб у владельца на день осмотра не возникло. Каждый день через руки современных ставропольских айболитов проходят десятки пушистых, мохнатых или пернатых пациентов. А со дня на день в клинику должна поступить новая партия современного оборудования. Ведь животных, как и людей, тоже нужно лечить по науке. Леонид Нечапуренко, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.